Наша коллега Елена Ландер отправилась пока не на восток, на юг, в Абхазию. В этой замечательной стране она попыталась разгадать секрет долголетия, а после традиционного застолья вообще чуть не осталось жить в деревне. Век живи! Долгожительство один из брендов Абхазии советского времени. На 10 тысяч человек приходилось пятеро столетних, в наше время лишь двое. Но официальная планка высока. Считается долгожителем сегодня тот, кому исполнилось 75 лет. Аполлон Нестерович только что вошел в этот почетный возраст, теперь по праву носит посох и даже возглавляет совет старейшин. Посох у меня, значит, отцовский. Дарил первый президент Владислава Егоровича Арденба моему отцу в день рождения, когда ему было 100 лет. Они, особенно дети, они не знали, что такое холодильник, они не знали, что такое электрический свет. Все, что кушали, все свежее. Пищу принимали умеренно. Никогда не доедали блюда до конца. Переедание считалось позорным. Мамалыга вместо хлеба и абхазское масло. Аджика называется. Но не мамалыга единой. Утром они вставали, обязательно после гигиены они уже принимали только 50 грамм именно водки. Это вот для того, чтобы дезинфицировать. Вообще водка дезинфицирует организм. Мягкий климат, своя земля, скот, физический труд на винограднике, но не до потери сил. Днем обязательно часовой перерыв на сон. А вечером ужин в кругу семьи. Вот оно, простое деревенское счастье. Основные традиции абхазской семьи в деревнях соблюдаются и сегодня. Младший сын всегда остается в родовом поместье. Таким образом сохраняется связь поколений. Хозяин старший, глава семьи, принимает сам все решения и гостей. Гостеприимство, как и долгожительство, отличительная черта абхазского народа. Женщина в семье знает свое место. Готовит, растит детей, да помалкивает. Невестке запрещено говорить со старшим. Если хочешь сказать что-то свекру, передай через свекровь или через детей. Она со мной не разговаривает, почему обиделся. Зато после 80 лет ее слово закон. Даже совет старейшин обращается к такой мудрой женщине за помощью в разрешении сложных вопросов. Мамалыга по-прежнему царица застолья. На празднике варят ее мужчины, остальные блюда готовят и подают женщины. Но с гостями за стол не садятся. Современная трапеза совсем не похожа на будничный рацион долгожителя. Длится 4-5 часов. Закуски, горячие десерты, на столе сразу в несколько ярусов. Тамада, которого выбирает хозяин, почти без перерыва говорит тост. Три стакана, три тоста должен сказать и выпить. Нет, за каждого. Потихонечко, привлекайтесь. В череде тостов есть свой порядок. Всего, говорят, 99 и шутят, что упало в стакан. Не знаешь? Вот допьешь и знаешь. Не допивать до конца, так же, как и вставать из-за стола, пока сидит гость, считается неприличным. Никто никуда не торопится. Потому что некуда торопиться. Все самое важное, люди и события, все здесь. Может быть, в этом и есть секрет? И это он был на дне стакана.